Более 70 работ стали объектом внимания гостей выставочного зала. Это и портретные, и групповые снимки, и городские пейзажи глазами 17 фотографов. Самому старшему автору 73 года, а самому юному 13. У каждого из них свой взгляд на родной город и свой уровень профессионализма. Но все они решили подарить кусочек личного творческого восприятия Бреста его жителям. Люблю находить людей в городе, которые счастливы. Мне очень нравится видеть людей, которые счастливы, которые вдохновляют, которые улыбаются, которые принимают жизнь с радостью. Я стараюсь за ними посматривать и щелкать. Основная масса фоторабот – случайные снимки незнакомых авторам людей. Как они сами признаются, такая загадочность и придает шарм работе. Есть в экспозиции исторически отретушированные фото профессионалов. Рядом соседствуют и снимки новичков. Так сказать, их первые робкие шаги в эту творческую профессию. Один раз мы пошли фотографировать с группой на тысячелетие Бреста. И вот была сделана там же эта фотография. Почему решил поучаствовать в выставке? Тебе кто-то предложил или сам узнал? Я предложил наш преподаватель в фото выставки. Я заинтересовался, садил адрес электронной почты, отправил туда. Особое место на выставке занимает цикл работ «Брест» на страницах семейных альбомов автора Татьяны Мухаровской. Кстати, именно она выступила куратором этой выставки и убедила многих брещан принять в ней участие. Но саму Татьяну, как фотографа с 40-летним стажем, привлекает серия работ под названием «С высоты птичьего полета». Как выясняется, «Брест» с птичьего полета фотографировали не только сейчас. За польским часом птичий полет был с каких-то башен, с каких-то мостов. В советское время тоже птичий полет, и это чаще всего были мосты, иногда это были высотки. Вот Анатолий Иванович Кочаровский в 2014-2015 годах уже этого тысячелетия снимал «Брест» с «Дельтаплана». Ну и Васька Пилот снимает уже с коптера. И, честно, вот мне очень нравятся фотографии, которые он сделал. Я специально попросила три фотографии западного обхода – ночной, дневной и в круге. Кстати, это уже вторая областная фотовыставка. Первая под названием «Беларусь на Долоне» состоялась два года назад. Тогда было представлено более ста работ 20 фотографов. Опыт оказался удачным. Поэтому не исключено, что такие фотовыставки станут доброй традицией. А посетить в фото-биенале «Брест» тысячелет фотообраз можно будет до 27 октября в выставочном зале областного общественно-культурного центра.